В данном видео мы рассмотрим, как сделать трилдаун в Tableau. Мы будем работать на Sample Superstore, и мы посмотрим, как при нажатии на одно поле прогружаться в другое, в более детальное. В нашем случае мы посмотрим, как при нажатии на категорию мы бы могли прогрузиться в подкатегорию. Вообще в Tableau это можно реализовать несколькими способами. И первый стандартный с использованием иерархии. Для его реализации нам нужно в первую очередь создать иерархию. И при введении этой иерархии на виз у нас здесь появляется вот такой индикатор, значок плюсика, при нажатии на который мы можем прогрузиться в подкатегорию. Для того, чтобы схлопнуться обратно, нам, соответственно, нужно нажать на минус. Но недостатком этого способа является то, что мы не можем прогрузиться только в какую-нибудь одну категорию, не раскрывая все остальные. То есть, например, при нажатии на фурнитуру мы не можем открыть только вот эти четыре подкатегории, а остальные оставить схлопнутыми до категории. Следующим способом является использование сетов. Для того, чтобы его реализовать, нам нужно создать сет из нашей категории. Пусть название останется категории «Сет». Здесь мы пока ничего не выбираем, нажимаем «Ок». Дальше нам нужно создать вычисляемое поле, которое назовем также подкатегория. И выглядеть оно будет следующим образом. Если категория находится в созданном нами сете, тогда будет показываться подкатегория. В противном случае будет показываться пустая строчка. Теперь выведем категорию и нашу созданную подкатегорию. Здесь у нас пока отображаются пустые строчки, но у нас сейчас не будет ничего работать, потому что нам изначально нужно создать экшен на нашем рабочем листе. Для этого мы идем в Worksheet Actions. Добавляем Actions, Change Set Values. Мы будем реализовывать наш экшен на Select, то есть при нажатии. Выбираем сет, который мы сделали. И при нажатии у нас будут добавляться данные в этот сет, а при очищении мы будем убирать все данные из этого сета. Нажимаем ОК. И теперь при нажатии мы можем видеть, что наша категория, которую мы выбрали, раскрывается до подкатегории, а остальные у нас остаются схлопнутыми. При повторном нажатии мы схлопываемся обратно до категории. Мы также можем сделать ReelDown с помощью параметра. Иногда этот способ может быть удобнее, иногда может быть удобнее с использованием сета. Здесь нужно смотреть в зависимости от задачи. Для того, чтобы реализовать ReelDown с параметром, нам в первую очередь, конечно, нужно создать параметр. У нас он будет типом String. Нажимаем ОК. И дальше нам нужно создать вычисляемое поле, которое будет называться категория или подкатегория. Выглядеть оно будет следующим образом. Если категория равна нашему параметру, тогда нам нужно показать подкатегорию. В противном случае нам нужно показать категорию. И это поле мы выносим в визуализацию. Следующим этапом нам нужно опять создать вычисляемое поле, которое будет при нажатии на визуализацию менять значение параметра. Оно у нас будет здесь в деталях. Можем также назвать Details. Выглядеть оно будет так. Если подкатегория равна полю, которое мы только что создали, тогда параметр будет принимать значение All. В противном случае он будет принимать значение категории. И это поле мы выносим в Details. Следующим шагом нам нужно создать вычисляемое поле, еще одно, которое у нас будет в фильтрах. И мы хотим, чтобы при нажатии на какую-нибудь категорию она у нас раскрывалась до подкатегорий, а остальные категории скрывались. Для этого мы создаем такое вычисляемое поле. Если категория равна нашему параметру, тогда фильтр будет принимать значение 1. Также, если параметр будет принимать значение All, то фильтр также будет принимать значение 1. В противном случае – 0. Соответственно, я хочу показывать только единички, а нули скрывать. Также можем их назвать по-разному, как нам будет удобнее. И фильтры мы выносим. Фильтры и выбираем только единичку. И теперь по аналогии способам с сетами мы также должны создать Action, но на этот раз на изменение параметра. Он также у нас будет меняться на Select, на клик. Выбираем параметр, который мы только что создали, и выбираем наш флажок, который, собственно, будет менять значение параметра. Отжимаем ОК. И теперь при нажатии на какую-то категорию, в нашем случае фурнитуру, мы прогрузились в подкатегории. В принципе, мы можем убрать этот фильтр. И у нас все так же будет работать. Но, как мы видим, при нажатии на какую-то категорию, например, на технологии, у нас здесь в списке также осталась фурнитура, которая тоже является категорией, но она у нас со всеми подкатегориями, что не очень удобно, потому что это не бросается в глаза. Но в целом мы можем сделать какие-нибудь индикаторы при создании вот этого вычисляемого поля, например, какие-нибудь стрелочки, которые бы показывали, что категория не раскрыта, и работать уже с этим. Но я решила создать фильтр, чтобы просто скрывать остальные категории. Это все, что я хотела показать по drilldown.